Для того, чтобы стать цельной личностью, нужно примириться с тем, что ты можешь быть разным. Так хореограф Афина Ерофеева описывает главную идею своей постановки «Синдром степного волка» по произведению Германа Гессе. В культурном центре ЗИЛ она представила не только эту работу, но и премьеру танцевального спектакля по мотивам романа «Жизнь взаймы» Эриха Марии Ремарко. В обеих постановках заняты артисты балета Большого театра. Один высоко морален, другой волк, животное. Один существо стадное, другой одиночка. И все это грани одной личности. В «Синдроме степного волка» у артиста Большого театра Евгения Трупаскиади центральная партия. В постановке хореографа Афины Ерофеевой рассчитаны на танцоров универсальных, владеющих и классической, и современной техникой танца. Классика – это основа. То, что я научился делать телом в плане современной хореографии, это уже, конечно, все, что накладывается на этот фундамент. Мне перестало быть сложно, но я знаю точно, что я могу еще, 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 еще больше. Этот балет год назад представляли на крупнейшем в мире Эдинбургском фестивале искусств. До этого Афина ставила спектакль «Джиа» и посвящение Эмми Уайнхаус. Премьера этого июля – «Жизнь взаймы по ремарку». Я долго искала для спектакля сюжет, потом мне хотелось что-то такое найти, что меня затронет. Человек начинает ценить жизнь, только когда уже знает, что осталось совсем чуть-чуть. Невероятно чувственная пластика, тонкая передача эмоций. Автогонщик Клерфе влюбляется в умирающую от туберкулеза девушку Лиллиан и пытается подарить ей другую жизнь – бурную, яркую, красивую. Афина – сторонник полного погружения в материал. Художник Ася Ашман создала особые видеодекорации. Артисты перечитывали роман, смотрели фильмы и фотографии конца 40-х, пытались уловить дух эпохи. У нее своеобразное видение этого мира, и очень интересно постигать по вот этой мысли ее видение, ее философию. Мы прониклись этим всем, и надеюсь, что будут еще какие-то проекты. Танцевальные спектакли Афина ставит с 2009 года. Сначала в жанре контемпорари, потом сотрудничала с гимнастками, и вот уже год на сцену в ее постановках выходят артисты балета Большого театра. Работу с ними Афина называет подарком судьбы. С вами была Анастасия Логвинова и программа «Культурный обмен». Путешествовать по творческим пространствам вместе с нами интереснее. Увидимся!